Находясь в размышлении, в молитве, я думал, какая будет тема необходимая, насущная и важная, чтобы задать правильную траекторию на этот 2020 год, в котором мы находимся. Есть куча тем разных, о которых можно было бы поговорить. Но я выбрал самую редкую, неактуальную, забытою, многими и совсем не современную, но я считаю, на мой взгляд, очень важную, в духе почувствовал, для этой общины, для тех, кто будет слушать, считаю, для всех общин, потому что этот принцип, эта тема вообще, понятие, она существенно важная для любого верующего. Итак, тема проповеди — это «духовные отцы и боль их сердца». Духовные отцы и боль их сердца. Я хочу затронуть эту тему и поговорить об отношениях между духовными отцами и детьми. Хочу поговорить об определенном уважении к своим наставникам, к своим лидерам. Разобраться, кто такие духовные лидеры, посмотреть на критерии, а также посмотреть на ту цену, которую платят духовные отцы, которых Бог поставил в нашей жизни для того, чтобы, как Писание говорит, заботиться о наших душах. И также я хочу затронуть тему ДВР, очень болезненная тема. Знаете, что такое ДВР, да, в сокращении это дети верующих родителей, в частности, ну как верующих, так и служителей, поговорить именно о их пути, о их состоянии. Я думаю, тут тоже есть дети верующих родителей, может быть, даже некоторые несколько поколений, да, я сам таким являюсь. И есть то, что переживают дети верующих родителей, и не все это понимают. И вот здесь нужно это, вот эти две непростые темы объединить вместе. Сегодня очень много, да, тенденция такая вот, ходят в мир, молодёжь, молодые люди, дети верующих родителей тоже, да. Мы посмотрим, почему. Это не однозначная причина, как мы часто привыкли, слышали. Я хочу оттолкнуться от текста, который является сегодняшним Порошат Шевуо, это недельный отрывок Торы, заключительной главы книги Бытие. Вы знаете, что каждый недельный отрывок имеет название. Это обычно, как правило, одно или два слова, которые отмечены в начале того отрывка, ключевое слово. Вот в данном случае это ваяги, это ижил. Вот так называется недельный отрывок. Причём каждое слово, вот во всех парашют, если вы посмотрите, каждое слово имеет колоссальный материал внутри себя, колоссальную силу и информацию. Да, если мы задумаемся. Вот там в тексте начинается, да, ижил. Давайте откроем. Мы откроем 49-ю главу, но просто обращу внимание, хочу обратить внимание. Просто на эти моменты, потому что, когда мы читаем, это неплохо читать вот в таких разбивках, потому что каждая разбивка несёт в себе определённую тему, и она насущная на тот момент, который ты читаешь. И вот перед тем, как мы посмотрим на наш текст, в 49-й главе, то сам недельный отрывок, он с 47-й главы начинается, да, в 27-й стихе написано, «И жил Израиль в земле Египетской». Казалось бы, окей, и жил Израиль в земле Египетской. Но когда выделяется одно слово «и жил», то для нас с вами всегда можно поставить вопрос, а где ты сегодня живёшь? Я не говорю про адрес, я не говорю про страну, я говорю про состояние и положение. Где ты сегодня живёшь? В каком состоянии? Понимаете, каждое слово можно просто раскрыть тему для размышления. Например, предыдущая Пороша называлась «Вайгаш» и подошёл, потому что там Иуда подходит к Иосифу, которого они ещё не узнали, и ведут с ним диалог, он подошёл к нему, да. Тоже в этом слове есть колоссальный смысл, как мы подходим к вопросам, как мы подходим к ценностям Бога, как мы подходим к определённым ситуациям и решаем их. Вообще очень интересно, что первая Пороша, как её название? Вы уже поняли, что это по началу слова. Первая глава книги «Бытие», первый стих. Ну как там? Вначале. Вначале. Да? Не, не вначале было слово, это Иоанна. Вначале сотворил Бог с Невсего. Вначале. 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 Вообще, ну да, можно менять у нас, да, в принципе, верите тоже. Вначале сотворил Бог, или вначале Бог сотворил, но вначале Бог. Бог вначале. Вначале всего Бог. А последний недельный отрывок, это второзаконие, да, называется и это благословение. Так называется отрывок. Просто и это благословение. Если вы соедините начало и конец от всей Торы, то у вас будет вначале Бог, и это благословение. Для нас с вами эти вещи, на самом деле, важно вот в них вникать, потому что человеку нужно понять, где его начало, для того, чтобы быть благословенней. Пока человек не поймет, откуда он, и кто является его началом, или его начальником, его жизни, все благословения, или понимания о благословениях у него будут приземленными, мертвикальными и очень такими маленькими. Ну, типа как, получше работа, побольше денег, получше зарплата, по, да там, ну что еще, карьера и так далее. Окей? Но это не то, что на самом деле твоей Душе нужно. Твоя Душа больше, чем все это земное. И поэтому это объясняет, почему человек, достигая успеха, все равно остается вне удовлетворения. Потому что не вмещается, ну как бы вмещается, а Душа большая, и ты все вроде приобрел, а мало, и все равно пустота. Почему? Не то, чтобы эти земные вещи плохие. Разве плохо иметь, как бы, да, хорошую работу, стабильность. Это хорошо или плохо? Это классно, но это маленькое. И когда ты все это набрал, и все равно чувствуешь пустоту, это верный знак, что твоя Душа больше. Допустим, ты переезжаешь из маленькой квартиры в огромный дом. И в маленькой квартире тебе кажется, тебе некогда дышать даже. Но когда ты переехал в огромный дом, и перенес всю свою мебель, то тебе кажется, что ты живешь в пустыне. Вот такой пример, например. Часто человек, да, вот, когда находясь в плотском состоянии, он чувствует тесноту определенную, некомфорт, несмотря на то, что все это имеет, вот это куча всего, да. Когда мы переносим это на духовную территорию, то все расширяется. Итак, Бытие 49 глава, 49 глава, с 1 по 4 стихи, это призыв Якова всех сыновей, как он их благословляет, говорит им о будущем. Мы не будем все читать, мы просто возьмем пример, отрезы, потому что я хочу от этого оттолкнуться и говорить о духовных отцах. «И призвал Яков сыновей своих и сказал, соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Якова, послушайте Израиля, отца вашего». Третья стих. «Рувин, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, вверх достоинства и вверх могущества, но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел». Аминь. Его действительно первородство переходит по первым параметрам, пятая глава, первый стих, вы можете потом почитать, переходит к сыновьям Иосифа, но об этом как бы не указывается, потому что там пишется, Иуда был сильнейший из всех братьев, от которого мы знаем происходит Мессия, но Иосиф тоже является прообразом страдающего Мессия. Довольно-таки интересно. Итак, из этого примера мы видим, как отец сопереживает, когда видит наперед расклад своих детей. Мы сейчас говорим в контексте именно духовных отцов и духовных детей. Я затрону две боли духовных родителей. и, конечно же, духовные отцы очень сопереживают, особенно, когда видят будущее своих духовных сыновей, да, и дочерей с неправильной траекторией жизни. часто бывает, как вот в тексте мы прочитали, что первые духовные дети не всегда сохраняют первородное достоинство, посягая на авторитет своих духовных отцов, считая, что они могут быть наравне. Таких случаев очень много в жизни, да, а для отцов действительно это есть их первая сила, потому что они как бы в самом начале очень много вложились, вклад был. Поэтому боль духовных отцов в первую очередь это когда их дети не оценивают тот вклад, который совершается. Вот как дети обычные, да, вот физические дети, которые вырастают и становятся неблагодарными детьми. Вот ты всё им сделал, ты образование им дал, ты обеспечил их, ты вложился в них, да, они тебе даже, ну, спасибо не скажут, бывает и хуже даже. Это не просто какие-то личные переживания или обиды, то, что отличает духовных отцов от обычных руководителей, да, скажем, вот каких-то мирских организаций или вот что делает духовными руководителями, да, давайте посмотрим 1 Иоанна, 2 глава, 1 Иоанна, 2 глава, 13 стих, послание 1 Иоанна, 2 глава, 13 стих, пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала, аминь, я взял именно этот кусок, говоря об отцах, да, то есть, другими словами, те, кто пережили сердце Бога и делают вот этот труд для тех людей, которых Бог верил, не из какой-то корыстной выгоды, а потому что понимают, что Бог хочет через того или иного служителя совершить какой-то духовный труд в этом человеке. И тогда вот этот лидер или духовный наставник, да, или отец, он носит в себе сердце Бога. Познали сущего от начала, то есть отца, мы понимаем, да, небесного отца. Познали его сердце. И этот труд заключается в Евреям 13, 17, можете мне открывать, я зачитаю. Здесь написано, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. Почему? Потому что они не усы, не усыпно пекутся о душах ваших, как обязанный дать отчет. Смотрите, у них еще отчет есть. Большая ответственность, так или нет, перед Богом, не просто перед каким-то начальником. И отчет это именно за души людей. Какая огромная ответственность возлагается на духовных отцов. Чтобы они это делали с радостью, он не воздыхая, ибо для вас ибо это для вас не полезно. Аминь. Аминь. «Итак, те, кто опекутся о душах людей, это духовные отцы. Или духовные отцы, они заботятся о душах, как мать, о ребенке». некоторые признаки буквально вкратце духовных родителей. Почему? Потому что часто мы не воспринимаем духовного лидера как отца, потому что нам иногда нужны какие-то примеры, и вот сейчас мы их приведем именно из обычной жизни родителей с детьми. Но первое мы знаем, когда ребенок появляется, даже в подарок это дают в родильный, когда выписывают, это подгузники, все с вами знают. Почему? Потому что первое время ребенок не успел пищу принять, обделался. Уходят подгузники за подгузниками, памперсы за памперсами, да? Много тратится. Я даже у кого-то слышал, какой лучше подарок, да, ребенок родился, кого-то это шокировало, но сказали подгузники купите нам. Так вы же их получаете, они быстро уходят. Именно в начале вот, в начале быстро уходят. Обделывается, обкакивается, извините за выражение, ребенок в начале. В самом начале это реальность многих верующих и духовных отцов, которые меняют им пеленки, меняют им подгузники и все это на себе чувствуют. Вот. Всем своим существом. Я помню свое первое переживание, когда первой дочке менял. Потому что жена на курсе была, училась, и вот она родилась, а я из дома работал. Благословенно вышло, что я мог так делать. И вот ее нужно было менять, она сегодня тут. И это было удивительно. Удивительно с обоих сторон, как невыносимо, так и приятно. Потому что с одной стороны, это просто такое, ты даже не знаешь, как ты с этим можешь справиться. С другой стороны, ты видишь беззащитность и беспомощность, и ты понимаешь, что ты делаешь огромное дело, потому что человек родился в мир. Душа в духовном мире, когда духовный отец занимается кем-то, кто еще не вошел в становление, в этап становления, это еще младенец. Я просто это говорю для сравнения, чтобы понимали вообще труд духовных отцов. Да? Потому что в нашем мире, вот в доме нашем с детьми мы это понимаем прекрасно. Второе, вот этот период, когда у детей и живот болит, боли, зубы вылазят. В общем, они часто плачут. Ты слышишь этот плач день и ночь. Ой, мне вот где наш брат Дима, Дима, Дима рассказывал. Сейчас как раз пока вышел, поговорим о нем. Рассказывал, что ой, я как родился когда, да? Он меня спрашивает, как ты вообще? Я вообще как бы, ну, ты-то ночью, ну, просто, то проснется, то плачет, то играется и так далее. Это что делает? это сбивает график твой, да? Ты как бы на работу встаешь с тяжелой головой и вообще это сбивает твой сон, все сбивает, но ты, как бы, понятно, не не избавляешься от ребенка, потому что понимаешь, это твое, естественно. Духовные отцы очень часто, может быть, мы, как вот овцы, не понимаем этого, но мы часто тоже сбиваем их график. А бывает в буквальном смысле, да, ночью позвонили, и там что-то произошло, и вот все пастору выкладывают, плачутся, да, нужно поделиться, с кем-то нужно поговорить и так далее. Знаете, очень часто сегодня это вообще не ценится, к сожалению. Забывается быстро. И как часто люди меняют вот это настоящее на виртуальных проповедников. Я не говорю, что интернет это плохо, есть полезная информация, но это не должно быть центральным, это должно быть вдобавок. или как бы может быть, скажем так, не должно быть, может быть. Но должно оставаться вот это настоящее зерно, потому что тот, который в телевизоре, ты, во-первых, не можешь ему поплакаться, а он тебя не может обличить, когда надо, да. А вот часто люди там что-то спотыкаются, обижаются, ну на своего духовного наставника или лидера, да, он не так не сказал, но забывают, сколько он выносил их, менял памперсы, выслушивал плач, носил на руках, ну и так далее, да, это непростой труд, но это не ценится. Считаю, на это нужно обратить внимание. Третье, кормят, да, любой нормальный родитель, адекватный, самый неверующий, но адекватный, он кормит, еду дает, да, слово Божие, то, что наставники делают, питают слово, домашние группы, сейчас практически вещи говорим, да, служение и так далее, учат ходить, учат становиться на ноги, твердо стоять, мы детей так учим, да, как вести себе образование и так далее, это целый талих, целый процесс, и четвертая, дисциплина, да, это неотъемлемая часть любых нормальных семей, да, любой родитель дисциплинирует, где надо, наказывает своего ребенка, да, мы сейчас не говорим какие-то исключения, жестокости и так далее, мы говорим нормальное, адекватное отношение, и это нормально, никто же не обижается, дети обижаются, да, не всегда понимают, но как родители, вот как взрослые люди, мы понимаем, что это нормальный процесс, однако, когда в нашу сторону обращено какое-то наставление или исправление пастора, мы как взрослые люди почему-то не соединяем эти вещи и воспринимаем часто все в штыки, что это что-то личное против меня имеет пастор, помните этот стик евреям, да, 13-17, он о душе заботится, о душе, поэтому забота, забота это не только поглаживание по головке, да, что ты такой хороший, ты такой одаренный, давай в служение, давай тут, там, да, вот этот человек принимает, а ту часть, где нужно жизнь корректировать, почему-то не соединяется, возьмем несколько примеров, Моисей, Моисей, помните, сколько претензий было к нему, да, что делал Моисей по сути, вот, какая его миссия была, это вывести народ из рабства и ввести в обитованную землю, да, ну, коротко говоря, простыми словами, из рабства в свободу, в свободу от рабств, да, это была по сути его миссия, то, что он делал и можно добавить, за что в принципе ему и предъявляли эти претензии и за что его часто обвиняли. Очень похожа сегодня картина с верующими людьми, которые в духовном мире не понимают, что они, когда настроены вот негативно, как в случае с Моисеем, против своего наставника, не понимают, что то, что он делает, это помочь тебе, помогает тебе вывести тебя из рабского состояния, в состояние свободы. Вот и все. Все обличения и все карактировки в твоей жизни это чтобы помочь твоей душе освободиться от рабского мышления и стать рабом Бога. Кстати говоря, на еврейском слово нефеш, нефеш, душа, да, в числовом значении 430. У нас это должно прозвенеть здесь, да, цифра рабства, общее количество цифры, хотя мы говорили с вами полный расклад, да, сколько лет были и почему, сейчас не будем об этом говорить, это было в другой проповеди, да, но по тексту написано 430 лет все вместе, да, люди находились в рабстве. довольно-таки символично, почему, потому что душа, во-первых, душа по-любому будет рабом кому-то, об этом написано в послании к Риму, либо душа будет рабом Богу, либо этому миру. Если человек думает, что он в этом мире свободен, и человек, когда думает, что он делает то, что он хочет, он уже станет свободен. Сегодняшние телефоны это прямое доказательство того, о чем я сейчас говорю. Мы с вами говорили, по-моему, тут, да, я говорил, есть картинка, надо ее найти, и я думаю поставить в экран каждому человеку, как это скринсейвер называется, Обои. Как? Обои. Обои? Кринка экрана. Да, обои. Обои. У экрана есть обои? Да. Ух ты. Так и называются обои. Я немножко отстал, да. О, вот надо вот эту фотографию, где телефон, человек держит телефон, а телефон держит и в окне. Вот это самая лучшая аллегория, друзья. Почему? Потому что как человек держит телефон в руке, вот так он думает, что он все держит в руках. Он контролирует всем, он свободен. На самом деле телефон занимает твое время. И если ты на чем-то застрял, ты не можешь уже выйти, когда тебе даже надо, да, то ты попал, ты не свободен. Итак, душа по-любому в рабстве. Либо Богу, либо не Богу. Первое. Второе, вот это соединение слова душа и числовое значение 430, цифра рабства, да, оно показывает, за что в этом мире идет борьба духовная. Она идет за душу, потому что самое дорогое, именно душа создана Богом по Его образу и подобию. Аминь. Поэтому, когда человек смотрит на этот мир непосредственно плотскими глазами, то, соответственно, воспитание или корректировка, которая идет со стороны духовного лидера, да, она будет рассматриваться как несправедливое отношение на личном уровне. Вот так обычно люди, обижаясь, уходят в сообщение сегодня, идя в так называемую виртуальную общину интернета. Ловушка очень большая. Потому что, смотрите, в общине мы можем причастие принять, правильно? Мы можем причаститься, что является символом нашего причастия к телу Христа, к Христу. А по интернету ты не можешь так, ну как бы ты можешь дома взять эти атрибуты, элементы и принять. Но ты же не там, ты же не с ними. Это очень важный момент. Попробуйте овец покормить по интернету. Ну как бы вот реклама, точнее, овцы смотрят, как в экране показывается какое-то стадо других овец и как их там кормят. И вот они смотрят, как их кормят. Как вы думаете, они напитаются или нет? Только с людьми они с с ними, да? Но это правда. И когда человек смотрит, он думает, что он получает много какой-то духовной информации через экран, да? но на самом деле нету вот этого закрепляющего процесса. Соприкосновения нет. И так как мы все еще находимся в теле, а не просто в духе, да? То нужна поместная община. Все очень просто. Итак, Моисей мог выбрать другой путь, но рискуя своей жизнью, практически подписываясь под то, что он не попадет в обетованную землю. Да? Он шел на это. Он остается служить жестоковынному народу, хотя Бог ему, проверяя его, предлагал, давай с тебя начнем новый народ. Он остался с ним. Это духовные отцы, которые, даже несмотря если у них родились, к сожалению, часто бывают больные дети, они их не выбрасывают, не отдают кому-то. Есть исключения, но мы говорим опять же об адекватных нормальных родителях, они их оставляют. и мы должны понять для себя, что вот тот авторитет, о котором я говорю, да, у пастора лидера, он приобретается, как мы уже видим очень часто, дорогой ценой. Дорогой ценой. Очень от многого отказывается служитель. Я знаю служителей, которые в отпуск годами не могли выехать, попасть, потому что очень загруженное служение было и нужды людей просто не позволял. Но люди об этом вообще не думают. С апостолом Павлом, которого также называют Равшауль, мы тоже видим, сколько он рискует своей жизнью ради духовных детей. Мы читаем это. Особенно 2 Коринфянам, 11 глава, мы не будем открывать, но посмотрите, почитайте, некоторые из людей пытались его дискредитировать, что он как бы он не их духовный отец. Вот там другие пришли крутые, они там вносят, у них столько такой информации вообще, ты там Павел отдыхаешь. И он там прям видно аж выходит из себя. Он как бы сам себя защищает и даже говорит, я даже в безумии говорю, это все открыто, да, вот пишется. Боль духовных отцов, дискредитация. И на самом деле нести заботы других людей это непросто, так как каждая душа это как отдельный целый мир. Так или нет? Об этом Ешуа говорил. Кто-то видел список Шинлера, помнит эту цитату, да, тоже взятая, она записана, она записана тоже в Талмуде, но он был намного позже, чем Ешуа. Ешуа об этом говорит первым. И он говорит, что одна душа дороже всего мира. Это то же самое, это сравнимо сказать, что одна душа это как целый мир. Внутри человека это как целый мир. Но даже более, если сказать практически, практично, практично, да, от одной крови написано Бог произвел весь мир. Так или нет? Вот если всех убрать и останутся только двое людей противоположного пола, они заново могут заполнить весь мир. поэтому и такая трактовка, что объяснение, что одна душа это как целый мир, потому что от одной души, вот как Ной, да, их всего восемь осталось, но даже Ной и жена, они уже как бы не производили детей, да, то есть от трех сыновей весь мир заново расплатился. Поэтому кто убивает одну душу, он убивает весь мир, потому что в этой душе потенциально новый земной шар, и тот, кто сохраняет душу, он сохраняет целый мир. Дискредитировать тех, кто вложился в нас, это проявление не просто неуважения или пренебрежения, это на уровне отвержения вот родителей своими детьми, да, то есть дети, которые отвергают своих родителей. Вы замечали, почему пятая заповедь уважать или почитать отца и мать, да? Ведь сколько скрижали было? Две. А заповеди и они были расписаны как? Пять на одной, пять на другой и принято как бы считать в верующих кругах, что пять это относится как бы отношение с Богом, да, другие пять это отношение с людьми. Но у нас родители, которые люди, да, входят именно в пятую, то есть на той стороне то, что относится к Богу. И тут нет ошибки на самом деле, да, если кто-то думает. Почему? Потому что родители это не просто ближний, которого вам не нужно возлюбить, да, это тот, кто дал мне жизнь. И тем самым родитель уподобляется Богу. Поэтому моё отношение к родителю это как моё отношение к Богу. Понятно, что Бог дал душу, но родитель даёт тело, в которое эта душа помещается. Поэтому в этом плане здесь идентичны вот эти понятия. Поэтому почитание родителей это на стороне именно отношений с Богом. И, соответственно, презренное отношение к родителям будет всегда напрямую в итоге связано с Творцом. Мы понимаем, что дети всегда будут останутся должниками в хорошем смысле этого слова своим родителям. и вернуть на самом деле они не смогут столько, сколько родители вложили. Они только смогут дать это уже своему следующему поколению. И поэтому в духовном мире вот эта заповедь она тоже на самом деле ну как бы нарушается, когда духовные сыновья и дочеря пренебрегают или отвергают или не почитают своих духовных отцов. Теперь я знаю, что вот есть люди даже которые в интернете пишут могут сказать, что это своего рода манипуляция. Уже такое попадалось мне на глаза. Особенно такие темы, как мы говорили с вами на тему дух контроля. Помните? Обычно это воспринимается как плохо. Но когда допустим ты контролируешь своего ребенка, чтобы он не порезался, мы понимаем, что это хороший контроль. Поэтому есть две стороны. Но знаете, были комментарии, я вот видел, люди считают это манипуляцией. То есть люди хотят жить свободно, другими словами. То, что они пишут, они хотят быть свободной птицей. И они вам скажут, что я только Богу принадлежу. Да? Но это нужно еще доказать из Писания. Богу нужно принадлежать так, как Он говорит, не так, как я себе придумал. Духовное покровительство, оно очень важно, друзья. Мы сейчас об этом поговорим, очень важные слова, вот сейчас дойдем. Духовный покров, он очень важен. Вы понимаете, что благословение это иерархия определенная. даже Сын Ешуа, который на 100% человек и внутри на 100% Бог, Он имеет божественную природу, Он все равно над Ним и Колоссяном во многих местах топишься, есть Отец. Это пример показывается определенный. Для нас с вами тоже, что дети без родителей просто упускаются благословения, без духовного покрова в твоей жизни, без определенного лидера, который может корректировать тебя, когда надо, не будет благословения, будет что-то всегда упускаться. И вот для людей, которые считают, что это все полная чушь, и пастора, они тоже просто братья мои, что пастора возвышают. Или если я пренебрегаю тем, что пастор говорит, значит я пренебрегаю Богом. Это манипуляция, люди говорят. Посмотрите на Первое Царство. Вот давайте откроем. Вот это надо открыть. Первое Царство 8-7. Это история с Самуилом, когда народ от него требует дать царя. Самуилом объясняет, что не надо. Они его не слушают. И смотрите, 7 стих и сказал Господь Самуил, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Не потому, что они были правы, да? Смотрите дальше. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Амин. Мы здесь видим отвержение Самуила, это отвержение Бога. Эта схема не только раскрывается то, что мы говорим или относятся к поместным общинам только, да? Я хочу затронуть также по отношению глобальной общины тела Мессии. Все верующие, все христиане, уверовавшие из язычников, назовем так, называют Авраама своим не просто, а каким? Отец веры. Духовным отцом. Отец веры это духовный отец, да, потому что он по вере родил их. Это духовный отец. И соответственно в его лице израильский народ, если всенародно говорит, это тоже как духовный отец для всех остальных народов. Потому что они по вере, да, и сам Ешо является представителем еврейского народа. Слово Божие, которое сохранялось на протяжении веков и донеслось до язычников в том формате, в котором оно сохранилось, это тоже благодаря Божьему народу, который сохранил это слово и не изменил. И на Суккот, мы знаем, праздник Суккот, мы знаем, мы помним, что израильский народ также приносил определенное количество жертв, и из видов быков, из видов животных определенных, приносилось 71 и и писание число 70 это цифра всех существующих стран на то время. Их сейчас больше, потому что есть разные национальности, внутри которых еще есть под субкультура и так далее. 70 это число язычников. Израильский народ на протяжении каждого Суккота практически покрывал все народы, чтобы они не исчезли в гневе Божьем за все беззаконие и дошли до времени благодати, когда пришел Мессия, и через веру по благодати эти народы могли войти во спасение. Вот эти жертвы очень важные были, потому что кровь тех быков она как бы временно сохраняла их при ходу вот этого вечного спасения. Поэтому антисемитизм это не просто какой-то дух неправильный, это явный бунт сына против отца. Еще раз повторю, антисемитизм в церквях частности, мы не говорим про неверующих, это бунт духовного сына против духовного отца, нарушение Пятой Запады. Отчего, кстати, теряется благословение? Вы помните, да, что благословение почитания родителей продлевает жизнь. Есть исключения среди верующих, которые, не все, которые почитали, долго прожили, кто-то отдал жизнь для Бога, но это исключения не имеют места, да, но качество жизни в Боге, оно, соответственно, сохранялось. Господь говорит, благословляющих благословлю, проклинающих прокляну, это относится к еврейскому народу. Так или нет? Довольно-таки интересно, потому что по понятиям очень схожи отношения между детьми и родителями. теперь, о покрове, от слова Леви, колено Левина, от которого были священники и левиты, которые вели израильский народ в поклонение Богу, и также на емкий пур, когда совершалось жертву, очищение и покрытие и так далее. Имя Леви происходит от двух интереснейших глаголов. Первое это лелевод. Это сопровождать. Вот как родитель, который должен во многих случаях сопровождать своего ребенка. Это одна из первых функций израильского народа. Они не только свой народ, но израильский народ по сути сопровождал все остальные народы к мессии, к спасению. То есть действительно как отец сыну. Второй глагол это другой вид глагола, это другой бенья, другое строение глагола, в еврейских семь штук. Но те же самые буквы и тот же самый корень. Это ле и лавод. Кто знает, что это означает? От этого слова альваа, там добавляется алиф, но в глаголе ле и лавод нет алифа, это те же самые буквы, что ле лавод. Это давать взаймы. Ле и лавод это давать взаймы. Вы помните, Павел в своей концепции пишет, что практически язычники являются должниками израильскому народу, именно в том, что они сделали. Очень похожая концепция родителей и детей. Дети должники своим родителям, потому что они их постоянно опекали и вели, дали им жизнь. Ну и многое другое, о чем мы с вами теперь еще одна боль, о которой мы сказали, мы скажем, я хочу помянуть, помянем, вот духовных отцов, они же также и физические отцы, у них есть свои дети. Это их родные дети. Почему? Потому что очень часто бывает неизбежным, что дети верующих родителей ТВР, они становятся определенной жертвой, и я это поясню, что я имею ввиду, жертвой служения, вот этого посвящения. Несмотря на то, что это привилегия, не все дети способны это правильно освоить, и есть побочный эффект, когда ТВР, как бы не получая достаточного внимания, разочаровываются в вере и уходят в этот мир. теперь есть место и для этого, когда служителя на самом деле, бывает такое, не вкладываются духовно настолько в своих детях, как они вкладываются в верующих в своих общин. Такое бывает. И что происходит? У них на уровне сравнения, у детей физических, на уровне сравнения срабатывает отторжение от общины, потому что они видят людей в общине как определенных соперников и даже угрозу. Ну, мама, папа больше времени проводят вот со всеми верующими людьми, а еще которые их обижают для них, да, это они видят как обида и яд. И это была определенная боль, потому что родители по времени не справлялись, чтобы уделить достаточного времени своим физическим детям. И происходил дисбаланс, происходил кризис душевный, в итоге духовный. Есть случаи, когда это не всегда зависит от родителей, да, поэтому эта тема не однобокая, это сложная тема. Когда у ребенка неправильное восприятие на само служение. Мы должны помнить, да, вот часто говорят, что окей, если у верующего услужителя выросли верующие дети, то обязательно он что-то не так сделал. Вот слышали такое, да? А те, у кого верующие дети выросли, значит, они правильно вкладывались. И есть пастора, хорошие пастора, у которых дети выросли наркоманы, например, лично знаю пример. Потом что-то изменилось, да, многие вернулись к вере, например. Разные случаи. и нельзя, вот знаете, сходу, мы что духовный мир не можем полностью осязать, сходу судить и говорить, что вот этот служитель, он неправильно что-то делал. Нельзя этого тоже делать. Потому что, опять же, знаю вот личные примеры, где родители так себе в вере были, а дети выросли очень горячие в вере. вот такое тоже было, да. Мы должны с вами понимать, что дети это не просто чистый листок бумаги. Да, они на определенном этапе это, это, они как бы, да, они чистые, но мы должны помнить, что греховная природа все равно в них есть. И дьявол может за что-то зацепиться всегда. Неправильное восприятие и так далее. также есть случай, вот знаю, лично учился с парнем в гимназии, недавно с ним встречался, он сейчас живет в Америке, да, он мне рассказывает, что Бог ему положил на сердце, потому что он сам это когда-то пережил, открыть специальный центр именно для ДВР, для детей верующих родителей, которые ранились от служения, ну скажем, не от служения, а от того, что не хватало достаточно отца или мать, когда им надо было, потому что, ну, были большие служения, допустим, люди, которые открывают общину и так далее, да, то есть, смотрите, нельзя однозначно судить, что вот, вот так, значит, это плохо было, да, раз ребенок вот так ранился. То есть, есть определенные побочные эффекты, но есть один персонаж в Библии, который помогает нам увидеть всю картину, который пережил больше, чем любой ДВР, я вам покажу вам сейчас, один человек, который пережил больше, чем любой ДВР, но он сохранил полную картину, и был баланс. и вот этот парень, да, он тоже в свое время, вот его отец много ездил, служил, и он его часто не видел, а бывало, что вместе с ним часто ездил, но не во всех поездках можно взять детей, да, и наблюдая, как другие родители, вот верующие, верующие родители проводят время с детьми, потому что они как бы более свободны по времени, не такие занятые, как, допустим, пастора, да, у него зафиксировалось, что он хочет остаться верующим, он не хотел уходить в мир, он хочет остаться верующим, но не служить. Вот такой момент тоже бывает у ДВР, у детей верующих родителей. Они как бы тянутся к Богу, их что-то влечет, и они чувствуют, что Бог живой, и хотят иметь с ним отношения, но из-за вот этого определенного, да, как бы разрыва, они не хотели становиться служителями вообще, не постаряя, вообще близко не подходить вот к этому уровню, потому что не хотели, чтобы их дети пережили то, что они пережили. Вот это он пережил лично, и мне, со мной поделился, да, рассказывал такие вещи. Но сейчас он, благодаря вот этому центру, который он открывает, ну, я не знаю, он открывает, я не помню, или там группа людей, которые, да, верующие, он воспрял, он реально сейчас в служении, он заменяет своего отца тоже, да, вот когда он уезжает, он в служении, он вернулся, все нормально, то есть был посев, был побочный эффект, но это исправлено, когда смотришь на картину всю, сбалансированную. И он понял, что через это он другим может послужить. Вот в чём момент. Смотрите, для нас это пример, не только среди детей и родителей, для каждого человека это пример. Любая ситуация, которую ты прошёл, и Бог позволил это, даже это может показаться самой безумной ситуацией, где тебе кажется, что всё разбито, и вообще, как можно это использовать? Любую ситуацию, которую Бог допустил, а написано, что ни один волос не упадёт с головы, без причины, если упало, образно говоря, много волос, ты потерял много как бы в своей жизни, то это Бог может использовать как определённое мощное служение. Как, где, когда? Не знаем, но если ты так посмотришь на это, то Бог обязательно быстрее залечит тебя, восстановит и использует. Вот как с этим парнем, очень хороший пример. И какой пример, как вы думаете, в Писании, которое лучше всех понимает, всех детей, верующих родителей? Вот просто интересно. Первое имя, которое пришло бы вам? Давид. Давид. Дети. Дети. Исаак. Как? Исаак. Исаак? Ицхак. Ицхак, да. Ицхак. Вы служители Авраам. Это правильно. Авраам служил. Смотрите, сейчас я всё объясню. Сейчас я всё объясню. Когда мы читаем историю Ицхака, что он возлагает своего сына, извините, Авраама, когда он возлагает своего сына Ицхака, на жертвенник и поднимает нож, да, мы почему-то воспринимаем это, вот, я уверен, ну, большой процент, не буду говорить какой, воспринимает это, как какая-то аллегория. Вы когда-нибудь задумывались о том, что ощущал Ицхак? Задумывались. Задумывались. Это хорошо. Мне страшно. Я больше стоять. И по годам, это не был совсем, вот как нам в фильме показывают, 13-летний мальчик, которого он связал без его воли. Это был взрослый мужчина, по годам приблизительно, как Ешуа, поэтому он становится образом Ешуа. И он дал ему связать его. Иначе бы он уже не мог бы быть образом Ешуа. Потому что Иисус говорит, что я добровольно отдаю свою жизнь. Другими словами, он добровольно позволил отцу, образно говоря, связать его. Окей? Он пошел на это добровольно. Он понимал, вместе с отцом, причем с Арией они об этом не сказали. Вы заметили, что глава после этого, она умирает, в другом месте он ее хоронит. Есть очень хороший комментарий на это, еврейский комментарий, который говорит, что Сара, они с утра рано пошли, они ей не сказали. В тексте это видно, что они ей не сказали. Мать не пустила бы. По-человечески. Представьте состояние Авраама, все вот это, Ицхаку еще. И она пошла, но позже. И она умирает не в том месте, в котором они жили. Это факт. Ее похоронили в другом месте. И история говорит, что ее схватила, и она умерла на обратном пути. Они ее как бы хоронят. Впоследствии, когда вы читаете в текстах, вы увидите, что Ицхак не живет со своим отцом. Он живет недалеко, но не вместе с ним. Окей? Смотрите, это не обида была. Чтобы не поняли, что у него была какая-то злоба на отца. Я говорю об определенном побочном эффекте. Для Авраама это было определенное служение, от которого его сын, которому мы говорим, ДВР, он как бы ранился. Представьте, отца, который поднимает нож. И ты понимаешь, что да, это мы как бы Богу вместе служим. Но как бы, да, сама картина, она как бы тяжелая очень. Это образ того, когда вот родители, они да, они посвящены, они служат Богу. И это призвание, это Бог сказал, они не самовольничают. Мы сейчас не говорим, знаете, о тех случаях, где люди там получили какое-то откровение, бросили детей и уехали миссионерами там где-то, да, и Бог им не открывал ничего, а дети погибают. И кушать нечего им, допустим, да. И вообще они голые, и все нуждаются в маме, в папе. Мы не говорим об этих, фанатизме об этом, да. Мы говорим, когда Бог призывает человека, есть определенное призвание, человек служит со своей семьей, но часто бывает, что вот это время, которое обычный человек посвящает ребенку, оно отдано общению, да, так оно устроено. И вот, образно говоря, от руки своих родителей или от служения родителей, да, как бы, случается то, что было с Исхаком. Он как бы отдалился. Но смотрите дальше. Он смог все-таки отделить эти чувства от плана Бога, и он не разочаровался. Хотя легко это воспринять лично, да. Момент в том, что Бог обещал через жертву Авраама благословить Исхака. Вы помните? Он говорит, я за это благословлю тебя. Теперь смотрите. Дети верующих родителей, если они озлобятся и правильно поймут, я как бы обращаюсь тоже сейчас к детям верующих родителей, да, тут они будут смотреть, да, если поймут, что вот в этом служении отцов есть определенная защита, покров и духовное благословение на следующие поколения, да, духовное наследство, то это поможет пройти им этот путь и дальше перенять вот эту эстафету. В отличие от Авесолома, да, Паша говорил, о детях Давида, да, здесь интересный момент, в отличие от Авесолома, который мы помним, да, озлобился на своего отца Давида, там другая история, да, но просто как конечный результат, он поднял бунт и очень часто, относя вот к духовным детям, да, это часто дети делают, духовные, которые обижаются, уходят, физически тоже такое бывает. это все показывает нам, что у духовных отцов, то есть у ваших пастырей, служителей, вот где бы вы, если вы с другой общиной откуда-то, да, у них две боли, вот эти, да, община и их дети. Очень часто это вот такой вот момент происходит, да, разрыв между двумя. Но когда действительно человек это делает по слову, когда человек сбалансировано, служит вместе со своей семьей, поэтому очень хорошо они отделять детей, хорошо их брать с собой. приведу пример, вот меня родители брали практически на все домашние группы, насколько я помню. Это очень хороший пример. Это для меня был очень, как сказать, сила такая для меня хорошая, да, вот запускающая, как бы правильно меня формировала. Потому что, да, ты как бы, не всегда это получается, да, особенно с маленькими детьми, но когда это возможно, максимально делайте это. Даже если вот, да, тут нет много пастырей, да, но в принципе служителя, которые там на репетиции, домашние группы и так далее, не бойтесь брать своих детей. Мы думаем, они как бы будут мешать, да, но вы не замечаете, что они-то это чувствуют. То есть понимаете, что вы как бы доброе дело делаете, пытаетесь, да, ну, помочь другим, а дети тут как бы остаются отделённые. Поэтому максимально не бойтесь брать детей в то служение, в которое, да, всегда можно что-то придумать. Даже если они где-то там вот там играются, или ты поставил им, но они на твоей территории, вот в чём момент. Ты не разделяешь их. У них нету разделения, что папа и мама, понимаете, они как бы видят, что причина того, что родители меня как бы оставляют, это первое служение, у них уже настрой плохой, не хотят вырастать служителями. Второе, это то, что я им мешаю. И вот они растут с таким чувством, что я мешаю, я мешаю им служить Богу. А зачем я вообще тогда? Понимаете? Вот такой момент. Бери их с собой везде. На служение, на домашки, на репетиции. Да, если у тебя служение загружено особенно. Когда там посвободнее, человек, допустим, ну просто прихожан, он и так проводит время. Но я говорю о служителях сейчас, о пастерах, о служителях, о группе прославления, о лидерах домашних группах и так далее. Берите их с собой. И в заключение я просто скажу, что боль духовных отцов, боль их сердца, то, что мы сейчас с вами в течение этого часа посмотрели, я просто советую в начале этого года, 20-го года, это не какой-то лозунг или льстивый подход к пастерам. Но я думаю, любому духовному родителю и отцу будет приятно, когда его дети духовные или паства его подойдёт к нему, иногда обнимет, иногда скажет добрые слова, иногда спасибо скажет, да, а иногда или пускай даже скажем всегда, добрым делом каким-то это покажет, просто на словах, да, и не находился тут, или может ты с другой стороны вернёшься, или кто-то будет слушать и у него есть свой пастор, да, цените своих духовных отцов. И тогда благословение Бога, оно не будет иметь какую-то какой-то, да, вот обрыв, то есть будет непрерывная связь с Богом. Пусть Господь нас выросли. Аминь. 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 Аминь.